Доброго времени суток Рео! Используйте ли возможности студенческого совета для этого? А главное, насколько полезны для вас наши профильные рубрики о культуре в программе Афиша? Итак, вопросов много, времени мало. Приступим к обсуждению. Я Лебедева Варвара, 4-й курс, факультет экономики торговли и товароведения. Ты часто проводишь свой досуг с познавательной целью или предпочитаешь все-таки клубы? Ну, честно говоря, конечно, я посещаю различные театры, музеи, выставки. Но и не забываю про ночные клубы. Однако, я считаю, что студенты все-таки не должны часто ходить в клубы, так как мы учимся и посвящать свое время более полезным занятиям. А каким занятиям посвящаешь его ты? Ну, честно говоря, в последнее время я много хожу в театры. Была недавно в Пушкинском музее на выставке. Безумно понравилось, всем советую сходить. Керамика Раку называется. Потрясающая выставка. А вообще считаешь себя просвещенным и культурным человеком? Ну, не скромно так сказать, да. Считаю. Я много где бываю, много где участвую, так что да. А вот по-твоему, насколько важно для студента быть просвещенным и культурным человеком? Для студента? Это, мне кажется, самая первая, самая главная обязанность для студента – быть просвещенным и культурным. Так сказать, не только учиться, но и развиваться. Яна Пренко, Екатерина. Третий курс. Факультет международные экономические отношения. Как ты, наверное, заметил, на улице сильно похолодало. Это вот толкает тебя чаще ходить в кино, в театры, на выставки? Да, толкает. На самом деле, не всегда есть время посещать театры, выставки и так далее. Но я приобщена к культурной жизни, в том числе к культурной жизни нашего университета. Я веду рубрику «Театры» в программе «Афиша». Я считаю, что это очень полезно как для меня, так и для всех студентов РЭО, потому что сейчас большое разнообразие различных театров, выставок. А мы, как уже ведущий рубрик, выбираем самое интересное, самое полезное. А вообще, как ты считаешь, в целом, Прихановец должен быть культурно просвещенным человеком? Да, я считаю, должен, конечно, и любой студент любого университета, потому что культура – это одна из составляющих нашей деятельности. Мы должны узнавать, развиваться. И как раз-таки посещение театров, выставок, я считаю, это очень полезное и достойное занятие молодого человека и девушки. Я Башкин Денис, третий курс – общий экономический факультет. Ты часто проводишь свой досуг с познавательной целью? И вообще, есть ли у тебя потребность постоянно познавать культурный мир? Ну, часто сложно сказать, это такая категория относительная, но стараюсь как можно чаще, потому что для меня это некоторый выход из рутины, которая складывается из-за универа, из-за каких-то скучных, к сожалению, скучных пар, такое бывает. И вот эти вот выставки, театры – это какая-то альтернатива, в которой я вижу смысл. А в клубы любишь ходить? В клубы я люблю ходить, если это не ограничивается какими-то бессвязными телодвижениями под несвязную и несозвучную музыку. То есть, если это клуб шахматов, например, мне там будет комфортно. Я Ханана Вазили, студентка второго курса финансового факультета. Что для тебя входит в понятие культурный просвещенный человек? Для меня культурный просвещенный человек – это тот человек, который разбирается во многих областях, который много знает. И мне кажется, что культурный человек – это не тот человек, который посетил много выставок, ходил на много премьер. Это тот человек, который разбирается во многом и у которого очень широкий кругозор. А ты считаешь себя такой? Да, я считаю себя культурным и просвещенным человеком, поскольку я стараюсь развиваться во многих областях. Для меня очень важно постоянно читать, принимать участие в каких-то мероприятиях, узнавать что-то новое каждый день. Не только из каких-то особых сфер, но и также из моего личного жизненного опыта. Все-таки, если говорить о выставках, кино, театрах, туда ты часто ходишь? Да, я стараюсь посещать выставки и театры довольно часто. Еще мне нравится посещать различные литературные свечки. Вот так как недавно я была организатором проекта «Вечер поэзии», надеюсь, что вы сходили на него и вам все очень понравилось. Я Кудрявцева Анастасия, факультет бизнеса, первый курс. Важно ли студенту, как ты считаешь, постоянно культурно просвещаться, посещая выставки, кино, театры? Если да, то почему? Я думаю, что да, потому что мы студенты, и мы учимся, мы должны учиться не только в университете, но также развивать себя как личности в других местах. Я считаю, что это полезно, это пригодится нам в жизни и в нашей будущей профессии. Быть разносторонним человеком нужно обязательно. То есть в дополнение к экономике нужно обязательно как-то еще культурно просвещаться? Так ты думаешь? Ну а почему бы нет? Это как минимум будет развивать наш мозг, как развивает та же математика. А что тебе вот лично ближе всего? Кино, театры, выставки, музеи и почему? Ну я очень люблю посещать театр, поскольку являюсь безумной фанаткой Безрукова. И всегда, когда он приезжает, я посещаю каждый его спектакль. Ну в принципе, наверное, была на всех, но не считая там его самых новых премьер, которые я еще не видела. А вот от нашего вуза в театр когда-нибудь ходишь? Ну я обязательно схожу и в театр, и у нас, говорят, есть музей в вуза, но пока времени нет, но я обязательно схожу. Я Мануилова Наталья, четвертый курс факультет бизнеса. Ты часто проводишь свой досуг с познавательной целью или тебе все-таки ближе клубы? Нет, я все-таки стараюсь распределять свое время так, чтобы именно проводить его в какой-то культурной атмосфере. Не могу похвастаться на четвертом курсе большим количеством свободного времени, но пойти в театр, в кино, на выставку с удовольствием на выходных – это самое лучшее времяпрепровождение, тем более с пользой. А что есть перечисленного тебе ближе – кино, театры, музеи, выставки, концерты? Скорее, наверное, выставки, потому что я уже давно увлекаюсь рисованием, и мне особенно нравится ходить в какую-нибудь Третьяковскую галерею, например, и изучать работы великих мастеров своего дела. А ты используешь возможности приобретения билетов в студсовете с большой скидкой или совершенно бесплатно? Да, я знаю, что в рамках культурно-массового комитета студенческого совета РЛ есть направления, с помощью которых как раз-таки студенты могут практически бесплатно обещать какие-то выставки. Я, если честно, в театр несколько раз ходила. Я знаю, что наш университет сотрудничает не с одним театром, и лично я уже несколько раз использовала эту возможность и ходила на спектакли по абсолютно адекватной цене. Как ты, наверное, знаешь, в нашей программе «Афиши» есть и профильные рубрики, посвященные культуре. Вот насколько они полезны для тебя? Да, они для меня, безусловно, полезны, потому что, как я уже говорила, мне нравится проводить время в такой культурной обстановке. Кроме того, информацию можно посмотреть в группе «Плеханов ТВ» ВКонтакте, например, если ты не успел посмотреть ее по эфиру, то можно это сделать в группе, что очень тоже полезно и может сэкономить время. Я Мочелова Анастасия, первый курс, факультет международных экономических отношений. Должен ли плехановец, по твоему мнению, быть культурным, просвещенным человеком? По моему мнению, должен, хотя на самом деле не всегда хватает на это времени, особенно в период сессии и зачетов. Но я считаю, все равно люди должны развиваться, ходить в кино, музеи, различного рода выставки. Недавно я ходила на Лигу КВН в Бауманку, и для меня КВН – это тоже как часть культуры, часть саморазвития, поскольку ты смеешься, получаешь какие-то позитивные эмоции, и так развиваешься и вместе с тем отдыхаешь. А у тебя вообще есть постоянная потребность познавать культурный мир? Ну, как постоянной потребности, думаю, скорее всего, нет. Это просто как-то приходит наплывами. Иногда хочется отдохнуть от учебы, от всего отвлечься. И тогда именно культура, музей, театр – это помогает. Я Богачева Александра, студентка первого курса финансового факультета. Как ты считаешь, важно ли студенту плехановки постоянно приобщаться к культуре и искусству? Конечно, безусловно, я согласна, что искусство является неотъемлемой частью нашей жизни, и я активно принимаю участие в массовых мероприятиях, люблю посещать театры и кино. Когда последний раз там была? Вот буквально на прошлой неделе я ходила на концерт известной рок-группы «Легенды Мегадесс». Также я была в театре на пьесе «Горе от ума». Вообще предпочитаешь проводить досуг с культурной целью или все-таки иметь дело с клубами, скажем так? Я предпочитаю все-таки театры, кино, концерты, выставки. Я очень люблю искусство, и мне близко посещение картинок галерей, театров. Люблю всякие выставки, посвященные музыке, творчеству. Также я люблю писать стихи. Клубы немножко не мое. А вообще знаешь, что в студенческом совете есть направление, которое как раз предоставляет возможность бесплатно или за большой скидкой сходить в кино, в театр? Да, вот только недавно об этой возможности узнала, и с огромным счастьем и удовольствием побегу в студсовет, так как очень люблю посещать мероприятия такого рода. Я Берекова Лера, третий курс факультет менеджмента. Насколько близка тебе культура? Ну, я могу сказать, что очень близка. Я очень люблю культуру, искусство, люблю посещать театры, музеи, выставки. И более того, я являюсь активистом культурно-массового комитета, в частности, направления арт-медиа. И мы предоставляем студентам бесплатные билеты на выставки, в музеи, выкладываем интересную информацию в нашей группе ВКонтакте и всячески стараемся их приобречь к культуре и искусству. А вот если говорить о программе Афиш, как ты считаешь, профильные рубрики, посвященные как раз кино, театру, концертам, полезны для студентов? Я думаю, да. И я сама начинала свою деятельность на Плеханов ТВ с рубрики о выставках. И я думаю, что очень много студентов смотрит эту программу и узнает для себя что-то новое, и у них появляется желание посетить то или иное мероприятие. Я Лисицына Мария, студентка первого курса факультета маркетинга. На улице сильно похолодало, это значит, что тяжело стало проводить много времени на воздухе. В связи с этим ты стала проводить больше времени в кино, в театрах, на выставках? Ну да, действительно, на улице стало холоднее, и я стала чаще посещать театры и кино. Например, вскоре я планирую пойти в театр на спектакль про участие Табакова Олега, и я считаю, это будет очень интересно. Кроме того, в ноябре вообще и в декабре планируется много киноновинок, очень интересных, и я, скорее всего, пойду на них. А в целом ты считаешь себя просвещенным культурным человеком? Ну да, я считаю себя культурным человеком, мне очень интересно посещать многие выставки, спектакли. Я часто хожу в театры, в кино. А что из этого всего тебе больше всего нравится? Я очень люблю театры, особенно балет люблю. В Большом театре Лебединое озеро это просто мой любимый. Я Маркара Вейлла, факультет маркетинга, третий курс. Есть ли у тебя потребность постоянно вращаться в культурном мире, вообще ходить куда-либо именно с познавательной целью? Безусловно, есть. На мой взгляд, человек должен развиваться, должен обогащаться. В этом заключается цель его существования, не стоять на месте, идти вперед. Как бы это сложно не было, как бы лень не было, тем не менее, надо себя заставлять вставать с кровати, выходить из дома, читать литературу, что нравится. Посещать какие-то мероприятия, театры, выставки. Тем более, сейчас такое время, что очень много возможностей для этого, много путей реализации всех своих, так сказать, целей. И мне кажется, что это действительно очень важно, и каждому человеку стоит к этому стремиться. А сама ты часто ходишь на выставки, в кино, в театры? Я очень люблю кино, вообще кинематограф в целом. Что касается именно хождения, посещения кинотеатра, то я не особо фанат. Я смотрю обычные картины, которые не крутятся в кино. Да, это тяжело, но и тяжело откопать. Но это возможно. А насчет театров, да, безусловно, ну правда редко, к сожалению, из-за нехватки времени, потому что учеба как-никак. А так, да, как минутка появляется с удовольствием, симфонические концерты какие-то, классическая музыка, безусловно. А что, по поводу клубов? Ходишь туда? Нет, я не посещаю клубы, но только когда там какие-то мероприятия происходят, или там отмечать Хэллоуин, наряжаться, краситься, это весело. А так, каждые выходные, ну я просто смысла в этом не вижу. А в целом ты считаешь себя культурным, просвещенным человеком? В целом, думаю, да. Да, я считаю себя таковой, потому что культура, она должна быть заложена в человеке. У каждого она заложена изначально, но на разных уровнях. И, как я уже ранее сказала, надо себя развивать, надо подниматься. Поэтому я считаю, что я к этому иду, значит, я действительно культурный человек. Я Попов Юрий, студент третьего курса факультета маркетинга. Как ты считаешь, важно ли студенту постоянно культурно обогащаться? Да, безусловно, важно. Как и любому человеку, считающему себя образованным, студенту необходимо получать знания, в том числе и в культурной сфере. А сам себя ты считаешь культурным, просвещенным человеком? Ну, насколько это возможно, в моем возрасте, да, считаю. А часто ты вообще проводишь досуг с познавательной целью? Когда есть такая возможность, стараюсь, да, посвятить досуг саморазвитию в культурной сфере. Что делаешь для этого? Ну, в основном, конечно же, посещаю кино. Бывает такое, что за компанию хожу в какую-нибудь галерею. Также изредка появляюсь на концертах. Я Кормильцева Ирина, студентка четвертого курса факультета бизнеса. На улице сильно похолодало. Это значит, что все-таки больше хочется времени проводить в помещении. Это повлияло на твое желание больше посещать выставки, театры, кино? Могу сказать, что я всегда с любовью отношусь к выставкам, к театрам, очень люблю кино. И то, что на улице холодное время года, теплое, не мешает мне проводить много времени там. Выставки – потрясающее место для любого творческого человека. Там ты можешь почувствовать себя в кругу таких же интересных людей, увидеть что-то красивое, что-то очень близкое мне по духу. А на каких выставках ты была в последнее время? Ну вот, самая запоминающаяся выставка из последних – это «Микеланджело. Стравление мира», которая проходила в «Артплее» и проходит сейчас. Мировая премьера – очень интересная выставка. Всем советую туда пойти обязательно. А ты вообще используешь привилегии студенческого совета в плане выставок, кино, театра? Да, конечно. Вот раньше проводился конкурс в «Луксоре», где раздавали бесплатные билеты. С удовольствием участвовала в конкурсе, получала бесплатные билеты, ходила в кино. А вообще, да, с удовольствием, если получается, конечно. Я – Малахова Любов, МСИ, второй курс. Как ты считаешь, должен ли Плехановец быть культурным, просвещенным человеком? Да, я считаю, что, безусловно, Плехановец должен быть культурным, просвещенным человеком. Потому что культура является кладезью, знаний, кладезью национального опыта, мудрости и прочих важных вещей, которые должен знать каждый Плехановец. Культура – это кладезь духовной жизни, это кладезь духовного богатства. И поэтому каждый из нас должен быть знаком с произведениями живописи, литературы и театра. А сама ты себя как оцениваешь в этом плане? Я считаю, что я культурно просвещенный человек, потому что я очень много времени посвящаю изучению культуры. Я провожу свой досуг в музеях, посвящаю много времени выставкам и театрам. А сама в последнее время куда ходила с познавательной целью? Последний раз я была на выставке «Соцреализм» в Манеже. Там была представлена большая коллекция произведений российских художников. Я за царная надежда студентка четвертого курса финансового факультета. На мой взгляд, каждому человеку, не только студенту Плехановского университета, имеет смысл повышать свой культурный уровень, интеллектуально обогащаться, ходить в театре, на выставки, в музеи, читать книги и так далее. Для студентов Плехановского университета, на мой взгляд, открыто множество возможностей. Например, в программе «Афиша» на Плеханов ТВ регулярно анонсируются ближайшие выставки, кинопремьеры, театральные премьеры, что позволяет студентам быть всегда в курсе событий и не пропустить все самое важное, полезное и интересное. Что касается лично меня, я всегда очень радуюсь, когда выдается возможность посетить какое-то культурное мероприятие, будь то мюзикл, представление в театре, кинопремьера, любая выставка. К сожалению, у меня не так много возможностей ввиду отсутствия свободного времени, но я желаю себе и всем побольше отдыхать, больше радоваться жизни, а с учетом того, что наступает холода и все мы прячемся в теплое помещение, ходите в музеи, театры, друзья, и все у нас будет замечательно. Итак, как показал опрос, наши студенты – люди весьма просвещенной и, так сказать, приобщенной культуре. Многие из них – большие любители искусства и стараются по возможности посещать различные профильные мероприятия. Используют они при этом и привилегии культурно-массового комитета РЭУ. Ну а выборы зачастую интересные проекты помогают нашей профильной рубрике в программе «Афиша», что нам, конечно же, особенно приятно. Ну а на этом мы с вами прощаемся. Постоянно расширяйте свой кругозор и узнавайте что-то новое. Поверьте, это очень-очень полезно. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok